Изворотливая преступная мысль просто никак не соглашается стоять на месте. Чем более рьяно работают полицейские, тем более изощренные мошенники. Два закадычных школьных друга, Фурман и Дроженко, решили разбогатеть. Способ выбрали вроде бы вполне перспективный, пригонять из Германии в Оренбург немецкие авто. Зарегистрировали фирму Омега-56 и даже открыли несколько офисов. Клиент пошел. Вот только вся штука в том, что выполнять свои договорные обязательства молодые люди и не собирались. Нами установлено, что данные граждане ни одного автомобиля не поставили. То есть это не касалось их предпринимательской деятельности неудачной и так далее. Люди даже не задумывались над тем, чтобы вуалировать ее, хотя бы один-два автомобиля поставить или показать. Итог. 53 человека лишились своих кровных. Общая сумма ущерба 9 миллионов. А это преступление из разряда «будь что будет». Еще двое предприимчивых дельцов взяли у партнеров из Казахстана 30 миллионов рублей на поставку железнодорожного оборудования. Обещанного три года ждут эту исконно русскую поговорку, теперь знают и казахи. Отечественные мошенники не такому научат. Они купили себе Лексус автомобиль. Кроме того, заплатили потечные кредиты 6,5 миллионов рублей. Ну и так часть денег растратили. Потом удивились, почему они не смогли выполнить своих обязательств по поставке материалов. Еще один предприниматель решил копнуть выше и украл деньги ни много ни мало из бюджета области. Он подал документы о том, что его работники якобы принимают участие в уборке городских улиц. Естественно, никакой липовой уборки не было. Учитывая, что данные действия предпринимателя формально подпадали под условия федеральной целевой программы по сохранению рынка рабочих мест, за организацию данных общественных работ предпринимателю из областного бюджета выплачивались денежные суммы от 500 тысяч рублей и более. Общая сумма причиненного бюджету Оренбургской области материального ущерба составила более 5 миллионов рублей. Засветилась в криминальных хрониках и сотрудница дополнительного офиса Оренбургского Сбербанка по фамилии Козинцева. Пользуясь своим служебным положением, 35-летняя аферистка прямо на рабочем месте изготавливала поддельные кредитные карты, обналичила деньги и вместе с семьей отдыхала в Анапе. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Это несмотря на то, что половина ущерба, который составил 887 тысяч 900 рублей, она возместила. Правда, ущерб клиентам Сбербанк возместил. Впрочем, в череде экономических преступлений мелькают и коррупционные. Только за полгода в производстве находятся дела на 67 обвиняемых. Это работники сферы образования, госслужащие, коммунальщики, медики. В общем, полный и показательный набор. Виталий Сапожников, Лес Хаярин. Наше время.